Я уже охуел. Я на втором-то был охуевший. Сейчас что-то. Это собственно вопрос, что я боюсь таким хорошим подходить. То есть не счастлив, что в первый день я захочу. Чувак, я просто охуел. Я сейчас приду в номер, буду весь магазин склакать и писать в телеграм. Смотри, это единственный момент, ну как я бы еще что-то там сделал, я бы еще, например, пригласил вас знать очнение. Ну потому что, в принципе, вдруг она за всеми такая, ну это с точки зрения собственного какого-то не ошибаемости в собственном выборе, да, и с точки зрения заинтересованности ты не показываешь, что я хочу, мне так удобно для любого слова глаза, я так привык. То есть ты как бы ей свои правила навязываешь. Это все абсолютно необязательно херовина, ну она такая одна из фишек, просто летом ее грех не применять, потому что очень много девушек не хочет. Ну да. Ну и ты так можешь, типа, раз за недошли, да, ты сразу общаешься, так как мне хорошо. А с коронавирусной фигмой что-то можно сделать, типа, нажимаю руку, но она типа не коронавирусная. Я второго. Я похож на него, скажешь. Сколько тебе лет вообще? Мне двадцать семь годиков. А сколько ты сегодня телефонов взял? Пять. А за двадцать семь лет сколько взял телефонов до сегодняшнего дня? Один. Ну я просто, я не понимал такой масштаб действий, не мог так работать. То есть ты не мог предположить, что так все просто окажется? Ну да, я вообще как бы не думал, что даже можно так делать просто, что все так легко. Ну видишь, Питер все нормальные, как говорится, не посрамил. Ну, слушай, нормально. Ну это только первый день, будем смотреть на результаты, естественно, что будет остальные три дня. Давай, какой у тебя, какой вопрос был у тебя сегодня с утра, как ты его что решил или не решил? С самого утра третьего дня у меня был самый вопрос, я не могу подходить сам. То есть я все знаю, как делать, ну плюс-минус, но при этом надо, чтобы кто-то был рядом. Или саппорт, который ткнет пальцами, иди в стул, либо просто чтобы перед кем-то выйдут. Ну вот сейчас мы начали делать упражнения. Какое? Я не альфа-самец, и второй, как называют, я альфа-самец, собственно. Мы их сделали, и теперь я понимаю, что мне просто легко и просто подходить ко всем девчонкам, и я не боюсь пауз в разговорах, потому что мы молчанку делали. То есть я могу спокойно стоять и такой, и мне все нравится. И реагируется на это нормально, теперь наконец это понял. Ну то есть упражнения, тренинги, которые, может быть, кажутся на данный момент иногда, ну непонятно, зачем они нужны, то есть... С этих упражнений надо начинать. Это основное вообще, что есть в этом тренинге, на самом деле, потому что у меня прям оттопырило. Ну это основное, что как бы для тебя это есть, потому что у тебя был определенный запрос, и ну вот он у тебя здесь решился. У кого-то решается в другом месте, поэтому в течение всех четырех дней каждый, ну вот, в свой день решает свой вопрос. А в остальном как бы нарабатывает практику и дополнительные навыки. День 3 А, тебе лучше первый, а не первый. Привет. Алло, да, здравствуйте. Привет, это Дмитрий Снекольский. Дмитрий, да. Привет. Я хочу тебя сегодня вечером увидеть. Давай в районе 9. Слушай, я пока не знаю, у меня еще планы. Я знаю. Ну, я знаю. Ты не сможешь. В 9, в 10 договоримся. Да. Нет, в полу свободу тоже в 9. Нормально. В точку речь не можешь, что ли? В 8. Не, ну может быть освобожусь в 8. Ну давай тогда спишемся, когда освободишься и решим. Ааа, давай. Ааа, давай. Ааа, давай. Давай просто принципиально сегодня договоримся, а там уже время конкретно в 6. А что время? Я говорю. Время конкретно в 6 выберем, но договоримся просто председательно, что мы сегодня встретимся. Ааа, какой интересный. Но я как-то, ты знаешь, у меня планы были, вот как делать дальше. Ну, они не договорились. Ааа, ты не допишешься, мне допишешь. Ты не допишешь. Я, я схожусь в любом. Подожди. Я схожусь в любом случае, я планирую сегодня с тобой свидание. Поэтому давай план твоих, там планы подлить куда-нибудь. То есть мы в любом случае с тобой сегодня встретимся, там неважно 8, 9, 10, 21, 15. Вот. В крайнем случае, там тебя на такси потом домой отрезается, если будет скучно. Ой, если будет поздно. Но скучно точно не будет с областным парнем всегда, весь ход и везде всегда. Да. Верю, не верю. Тогда я жду от тебя сообщения, хорошо? Ааа, да, хорошо, в 6 тогда уже окончательно по времени и месту договоримся, но с тебя чулки и красивое платье. Нет, Дмитрий, так не получится. Ты видел, Соня, что-то погоны? Ну, если ты не придешь в чулках в красивом платье, тогда я одену чулки и красивое платье. Кто-то из нас точно должен быть в красивом платье и в чулках, поэтому... Ааа, ну отлично, тогда джинсы с тебя сниму, одену чулки и... Ладно, все, в общем это, все, договорились. Лучше пиши, ладно? Да, в 6 созвонимся. Давай, пока. Ну, у меня есть, наверное, 70 процентов, что она придет, 30, что может и как бы и нет, но это... В целом, я думаю, будет хуже, нормально. Ну, все равно как бы нужна схема, чтобы она немножко тормозила, вот эти, блядь, разошелся там. У меня хоть 8, хоть 9, хоть 10, я готов, блядь, там тебя ждать. То есть это как бы, ну... Надо постоянно туда посматривать и как бы говорить, слушай, как бы у меня... Мне надо как-то планировать вечер сегодня. То есть мне не надо было наставить. Ну, мне, конечно, не стоит там, да. Пока еще как немножко топорно, она там типа, о, какой-то... Ну, такой... Ты, типа, говоришь, я решил, я знаю, но не надо в это увлекаться, понимаешь? Вот в эту сторону. Все равно, нет, нет, дай понять, что ты сейчас не просто с этим выебываешься. Ну, слушай, я был очень рад участвовать. Ну, планы, планы. У нас всю жизнь какие-то планы, ты же понимаешь, как бы. А нам с тобой, мы же не просто встретились вчера. Ну, и кстати... Нам с тобой просто очень надо встретиться. Такие веселые фокапы типа, блядь, ну, если будет скучно, я тебя отвезу. Ну, в самом деле, когда надо было переворачивать... Ну, не с тобой, а типа, ей говорят, с тобой... Хотя вот, не знаю, непонятно, она как подумала. Может, она подумала, что ты говоришь, если, мол, с тобой вам будет скучно. И она такая, оговоречка... Ну, если так, то это в плюс. Если она подумала, что ты про себя, то, ну, чуть хуже, допустим. Ну, как будет так. Не, я на самом деле хотел сказать, если будет поздно. А почему? Ну, по идее, еще раз говорю, я когда... Звони следующее. ...воследого рейнга там звонил... Звони следующее. ...потому что это может не прийти. Второй момент. Следующее может не смочь сегодня, но смочь завтра. Тебе надо вызван отработать. У него сейчас своя теория в голове. Он сейчас тебе и озвучит ее, потому что... И третий момент в крайнем случае. Ты можешь разговариваться с одной на восемь или на девять, с другой на одиннадцать. Сейчас важно отработать вызву. Нет, просто... Да все, ты уже обязан на ней жениться, блядь. Нет, просто по опыту если у меня... Хуёвый у тебя опыта. Я сейчас не пытаюсь вести себя как Алексей Щербаков, что он, скорее всего, вот этот его, блядь. Мне это в нем не нравится, блядь. Но я могу, так сказать, предположить... Дима, да? Да. Я могу предположить, что раз ты сюда пришел, наверняка ты где-то... У тебя проведет новую мысль, что здесь чуть больше опыта тебе могут, чем у тебя есть какой-то свой, да? Или нет? Хорошо, а если они две... Да ты позвони, а там реши. Ну напиши смс той, которая пострашнейшаяся. Слушай, давай завтра сегодня... Ну, меня... Как называть... Внезапное обстоятельство? Корс-мажор. 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 Вы заметите, как чувака колбасить как бы, то есть у него какие-то сопротивления, я же не могу так делать, я же не могу так делать, я не прав, что, блядь, я же уже не обязан, что ты еще такое умногие здесь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok